ФАЙЕР! Начнем с того, как давно ты играешь в нашу игру, и был ли у тебя раньше опыт в подобных играх Wargaming, в танчиках может быть, в самолетах, либо в больших кораблях? Расскажи, пожалуйста. Ну, на самом деле опыт как раз кораблей начался. В танки не играл и даже не хотел начинать играть, потому что он наслышан, как все это дело затягивает, а кораблями увлекся, потому что всегда интересовался. Даже долгое время выглядывал именно эту версию на мобильных устройствах, так как следил за ПК-версией. Ну, в общем говоря, релиз успешно пропустил, и где-то только месяца через полтора-два буквально в подборках в App Store предложили эту игру, обрадовался и так начал в нее играть. Опыта никакого не было до этого. Когда пришел только в маленькие корабли, почувствовал ли ты какую-то разницу с большими кораблями? То есть, если можно коротко, прям другая игра стала, либо похожее что-то, и тебе было прям легко в нее? На самом деле все было очень просто, потому что начал с японских эсминцев. Показалась игра очень динамичной, быстрой, емкой. Все, что надо было выжать, мне кажется, в игре сделали. То есть, вполне комфортное время боев, достаточно хорошая графика, в принципе, все, что я хотел, все увидел. Корабли, я так понимал, что со временем будут добавляться, поэтому, ну, понятно, там колоссальная разница между большими и маленькими, но маленькие мне вполне устроили. Все, что хотел увидеть, я увидел. Сейчас ты уже более-менее опытный игрок, который играет, да даже не более-менее, а опытный игрок, который играет уже достаточно давно. Какой сейчас для тебя самый любимый класс техники? Их четыре, напомню, для наших зрителей в игре. Вот какой для тебя самый любимый? Ну, основное предпочтение, конечно, линкорам начал отдавать. Как раз такой маленький совет новичкам, кто в первый раз пришел в игру и, допустим, не знает, какие корабли ему понравятся, на каком классе играть, на комбинации. Постараться там уровня до четвертого, пятого попробовать по возможности все корабли, не обязательно их там выводить в топ, но по возможности посмотреть все, посмотреть, что больше нравится, на чем больше получается, что интересно, что неинтересно. Я с этого и начал, то есть я сразу, по-моему, не знаю почему, потому что мне корабли больше нравились, начал с японской ветки и сразу принципиально отказался от авианусов, потому что у меня такой геймплей, в принципе, неприемлемый. То есть я пришел в аркадную стрелялку, а не стратегию, стратегии никогда не любил. И параллельно качал до пятого уровня эсминцы, крейсера и линкоры. Ну, понял так, что эсминцы как бы очень весело, бодро, но скорее так, отдохнуть, потому что, ну, устаешь, очень однотипные быстрые бои, не понимаешь, что происходит. То есть, ну, немножко не мое крейсера, японские, в принципе, мне не понравились, то есть достаточно тяжелый такой класс показался. Ну, и как-то комфортно, размеренно, тяжелые удары линкоров больше понравились. Прокачал сначала японскую ветку, начал и закончил немецкую ветку, вполне доволен, собрал почти все премиум линкоры в игре. И параллельно стараюсь на каждом играть, потому что каждый корабль по-своему интересный, в принципе. Мне они больше нравятся. Начал, скажем так, интересоваться крейсерами, ну, я думаю, одна ветка немецких крейсеров закончила. Поэтому в основе все равно остаются линкоры. У тебя большое количество боев, сейчас уже, наверное, ты поиграл на всем, на всех классах техники. Расскажи, пожалуйста, коротко, вот если мы не берем авианосцы, то вот если по эсминцам, крейсерам и линкорам, по каждому классу техники, назови, пожалуйста, свои любимые корабли. Я не знаю, по эсминцам, по-любому только Камикадзе, ну, по всем, я думаю, понятно, почему Камикадзе, из крейсеров Нюрнберг и Хиппер, даже, я бы так сказал, Хиппер и Ойген. Идеальные корабли, по мне, так, абсолютный баланс. Из линкоров очень нравятся Шарнхорст, Нельсон и Тирпиц. Это вот прям шикарные корабли, очень нравятся и достаточно много времени провел у них, ну, скажем так, больше всего удовольствия получаем именно на них. Сейчас мы с тобой плавно переходим к большой теме. Так как ты являешься одним из первых игроков в нашей игре и одним из первых игроков, которые вошли в Графс Фэмили, расскажи, пожалуйста, историю графов. Как создавалась эта большая семья? Графс вообще была создана игроком Харука, три шестерки, Дима, наш глава. Основной, он все начал, сейчас мы продолжаем его дело. Все вообще началось с танков, потому что в танках Блиц существовал клан с таким же названием. И как вышел релиз кораблей, плавно переместились сюда. В танках сейчас там почти никто не играет, понятно, что вся основа здесь, весь упор здесь. А названием мы обязаны Роману Александру Адематрию «Мушкетера». Очень понравилась фраза «один за всех, а все за одного», и это, в принципе, отличало нас, наверное. Ну, кто один из первых, очень быстро сплотились. И, скажем так, нам очень близки ребята, поэтому решили назвать себя графс. Пусть никто не путает нас с орлами или там другими, как бы мы графы. Когда графс были уже созданы, какие первоначальные задачи стояли перед флотом? Что флот хотел донести до других, возможно, флотилий? До себя, в первую очередь, до своих игроков? Ну, сразу было понятно, что наибольший успех в боях и в игре с водами, в каком-то командном взаимодействии, игре на победу, а не на цифры. Понятно, что первые, самые большие цифры появлялись, ребят, на, ну, скажем так, тех, кто играл на авианоссах, потому что достаточно мало там было игроков, и понятно, что урон там можно было наносить колоссальный. Вот, поэтому все равно начали, скажем так, играть на всех типах техники, не останавливались там на одном, там только на эсминцах или только на авианоссах. Хотели попробовать все, хотели понять, как играть в эту игру эффективно, качественно, на всех типах кораблей, в разных типах боев, в ранговых или в обычных рандомных. Все-таки старались поменьше играть соло, ну, скажем так, не на цифры, а на победу, вытягивать команду, и начали взаимодействовать, очень быстро сплотились, и образовалась одно из первых таких крупных сообществ игроков, где ребята сразу хватили, начали приходить, общаться, взаимодействовать. Кто хотел развиваться и в дальнейшем играть качественно, с удовольствием с нами общались, делились опытом, стратегиями, никакой вражды не было, играли спокойно. Когда графы уже сформировались, как большая такая семья, как получилось так, что ты стал главой первого состава? Ты целенаправленно шел к этому статусу, если так можно назвать, или же ты стал им, потому что тебя кто-то попросил? Нет, на самом деле, до графс был в трех флотилиях, две совсем маленькие, потому что я когда зашел, я не понимал, в какой-то игре что происходит, понятное дело, по мере роста какого-то уровня, предложили создать флотилию или найти себе новую, не знаю, потратил буквально минут 15, нашел там первое что-то более-менее, что мне приняло в игру, очень быстро перерос с нее, где-то недели через 3-4, и потом перешел в другую, там тоже что-то непонятное было, и случайным образом попал в эскадру. Это тогда была эскадра карибов, эскадр, попал туда, и в процессе общения с ребятами сказали, что нужно завести дискорд, если ты хочешь общаться, находиться во флотилии, то обязательно зайди в дискорд. Зашел в дискорд, канал, который на тот момент был, был, в основных каналах как раз был Графс, увидел, что ребята профессионалы, отлично играли, шикарные статистики, грамотные, качественная игра, одно удовольствие было, там даже с ними пару раз поиграть, поэтому начал вливаться просто в сообщество, общался с ребятами, знакомился, напрашивался в бои, что и всем рекомендую, если ты новичок, то приходи, общайся, знакомься, примелькайся ребятам, по-любому у тебя будут появляться первое время какие-то команды, с кем ты будешь играть активно, и искать своих тиммейтов, с кем больше получается, с кем даже можно и без голоса, играя в команду взаимодействовать, дополнять друг друга, выручать в разных ситуациях. Это большой залог успеху, то есть быстро учиться, быстро нарабатывать определенный опыт, пробовать что-то и вливаться в какой-то определенный коллектив. Ну, так играл-играл, общался с ребятами, в итоге в один вечер, когда играли с шефом Злодеевым, с Витей, он мне, скажем так, намекнул, что, в принципе, было бы неплохо попробовать в какой-то серьезной флотили, но мне нужно было наработать статистику. И в итоге наработали статистику за две недели с ребятами из эскадры и втроем перешли в основной состав. Также активно взаимодействовали, я начал вести музей, как-то активно общаться с ребятами, выручать, помогать и так далее. Ну, то есть я активно находился в сообществе, мне дали роль модератора, в дальнейшем замглавы, и сейчас глава флотилия. Замещаю Харуку. Ты немного упомянул об одном из составов Графс Фэмили, но все-таки расскажи, по каждому, если можно коротко, по каждому составу, помимо Графс первого состава, по каждому составу, именно то, какие задачи стоят перед составами и для чего они были созданы в свое время. Ну, на самом деле, изначально эти все составы были не одновременно созданы, была основа, потом к нам присоединилась Зетка, главой был Шальной, вот, они как бы взаимодействовали с нами, но были так, скажем так, автономкой. Четверка была Академией, эскадру взяли в дальнейшем потом, когда выставили объявление о его продаже, а так как у нас из эскадры очень много глав, несколько человек, угодник бывший, наш участник, Денчик, панда, по-моему, если мне память не изменяет, я, Витя, шеф-злодеев, и еще, если кого-то забыл упомянуть, не обижайтесь, было решено как бы ее присоединить, граф с Фэмэля, потому что один из самых первых флотов, славная история, ну, так получилось, то, что флот так затух на большое время, ребята там очень долго не появлялись, либо просто не играли, в итоге Витя взял командование, и буквально за месяц или полтора он полностью пересобрал состав, набрал очень активных ребят, буквально там 600-800 боев, играл на пятом-шестом уровне, звал буквально всех, кто понравился, кто более-менее грамотно играл, но по тем или иным причинам находился либо в неизвестном флоте, либо играл в соло, ну, и так потихоньку, потихоньку селективным методом показался у нас. Вот, и сейчас наш второй состав вместе с четверкой и зеткой, то есть у нас каждый из вторых составов одинаково, равнозначны и важны, поэтому есть основа, есть вторые составы. И периодически самых активных, особо отличившихся игроков мы приглашаем в граф, в основной состав, если есть место, если нет, по возможности освобождаем и, скажем так, пополняем основу только со вторых составов по возможности. Крайне редко делаем какие-то исключения. Сейчас ты уже глава графов, и скажи, пожалуйста, сейчас какие цели и задачи стоят перед первым составом, в частности? Может быть, не про другие составы, но именно про первый состав. Какие сейчас цели и задачи стоят? Ну, основная задача вообще основного состава это все-таки поддерживать постоянный актив, какой бы он ни был. Если у нас, допустим, есть ребята, которые там каким-то причинам на какое-то время пропадают, мы переводим во вторые составы, либо кем-то, ну, как бы, договоренности исключаем из вот на время до тех пор, пока человек не приходит и не восстанавливает свой актив. Мы принципиально поддерживаем постоянный актив, участие в разных событиях, мероприятиях, будь то стенка на стенку, ранговые бои, которые, к сожалению, давно уже к нам не проводятся, и с удовольствием делали вылазки на евро и на американские сервера, чтобы поиграть, проверить актив, посмотреть, что там ребята делают, на каких кораблях играют, на каких сетапах играют, как играют, какие тактики, как вообще на бои смотрят. Понятно, что графс должен быть впереди планеты всей, нам это интересно, ребята активные, ребята хотят какой-то движухи, стараемся им это обеспечивать. Расскажи, пожалуйста, какие взаимоотношения между графами и другими флотилиями были, когда ты еще не был главой, и какие они сейчас? Как и любой другой крупный флот, понятное дело, были разного рода неприятные или конфликтные ситуации, потому что борьба там за первое место, какое-то первенство, недопонимание, разные политики у флотилии были. Но сколько вот игре? Уже больше полтора лет. Я думаю, сейчас никаких проблем у нас с остальными флотилиями нет. Либо мы просто разошлись по разным углам, либо стараемся поддерживать либо нейтральные, либо хорошие отношения, потому что все-таки актив у нас не такой хороший в игре, как хотелось бы. Активных флотов, активных игроков не очень много, поэтому все-таки те, кто поддерживает политику здоровой конкуренции и постоянного актива, не выяснять отношения все-таки в игре, а не в общении, в дискордах, кто с теми, конечно, нам по пути, потому что небольшое количество самых активных флотилий все-таки эту игру к какому-то светлому будущему нас двигает, потому что мы интересуем ребят, обучаем и поддерживаем постоянный актив в интерес к игре. Сейчас, если не называем имен, так сказать, остались ли какие-нибудь конфликты с флотильными или они все уже урегулированы? Нет, но все, что могло быть, мы уже решили раньше, с кем-то решили, с кем-то не решили принципиально и просто решили к этой теме больше не возвращаться и каждый находиться в своем сообществе. В большинстве своем, конечно, оставили нейтральные и положительные отношения. Ни с кем сейчас конфликтов нет, если возникают какие-то спорные моменты или неприятные ситуации, стараемся как можно быстрее на берегу конструктивно разобрать без мата лишних агрессивных действий. Спокойно решили, спокойно разошлись и попытались к чему-то прийти, поэтому сейчас стараемся ни с кем не конфликтовать, надеюсь, что и не будем дальше. Некоторые игроки, которые только заходят в наш дискорд канал, удивляются, почему дискорд канал не забрендирован под клантегом Grafs. Почему он называется WoWs Community? Расскажи, пожалуйста, про это. На самом деле изначально это комьюнити, это и был клановый чат Grafs, потом он расширялся, добавлялись новые комнаты, к нам приходило больше людей, потому что была одна из крупнейших флотилий, наши игроки активно участвовали во всех ранговых боях, во всех соревнованиях, активно себя показывали в принципе в игре, показывали хорошую игру. Как-то так получилось, что дискорд Grafs плавно перерос в довольно-таки большое сообщество, мы на тот момент сильно выделялись по объему участников, по активу, по какому-то нейтральному отношению и в один прекрасный момент от разработчиков поступило предложение все-таки, скажем так, не поступило, мы подали идею, они согласились, выдвинули определенные требования, согласившись нас каким-то образом обозначить в игре, что есть русская комьюнити, которую мы хотели создать, было предложено нескольким флотилиям сделать нейтральную площадку, в итоге согласились только мы, при одном простом условии, что мы уберем все упоминания о графсе из названий и упоминаний, а оставим максимум пару закрытых комнат, как клановый чат, потому что он был на тот момент необходим, в дальнейшем мы от него избавились, но в общем и целом мы с удовольствием приняли политику о том, что мы отходим от того, что это клановый чат нашей флотилии и двигаемся к нечто большему, сделаем его нейтральным, потому что нам никому ничего особо доказывать не надо было, мы просто хотели развивать сообщество, у нас было максимально нейтральное отношение к остальным флотилиям, ну опять же там не без определенных моментов, но тем не менее мы согласились, убрали все упоминания, нас прорекламировали и к нам начали подтягиваться ребята, так плавно появился в Узблиц комьюнити, который изначально все-таки был нашим клановым чатом. Переходим с тобой к следующей теме стенки и лиги. Начнем наверное с лифта, как они наверное сейчас являются более такой значимой целью и задачей для многих флотилий. Расскажи пожалуйста, когда только появились лиги, что это было для графа? Какие цели на лиге ставили при собой граф с фэмидой? Первый месяц мы смотрели, как сообщество вообще реагирует на это новое введение, потому что для нас это было новым. Мы считали всегда, что все-таки количество нефти и прокачка флотилии, показатель активности игроков, но в итоге в личном зачете все-таки кубки это первостепенный показатель. Первый месяц мы первое место не взяли, мы присматривались, со второго месяца мы четко распределили требования, что только постоянный актив. если человек долгое время не появлялся и тем самым не фармил кубки, мы видели, что человек просто не играет, мы ему писали и спрашивали, то есть либо ты уходишь на совсем, либо ты выполняешь минимальные требования. То есть минимальные требования это постоянно такой умеренный актив, чтобы человек по любому какое-то время постоянно играл. Вот, и так получилось, что в связи с этим мы начали набирать ребят именно по этому показателю и выбились первое место, потому что у нас очень активные игроки, очень активные, опытные, надолго не пропадают, постоянно играют и для нас это важно. То есть мы постоянно в теме, постоянно в курсе всех событий, постоянно во всех событиях участвуем, для нас это интересно, продолжаем дальше это делать. Задам немного сейчас провокационный вопрос, когда вот как раз-таки прошли, прошла первая лига, когда вы увидели, что, наверное, можно так сказать, когда легендарный игрок в нашей игре набрал, а речь идет про Кащея, набрал такое количество кубков, была ли задача у графов перебить этот рекорд? И вообще хотелось ли графам как-то, не знаю, ну, клан, из которого был Кащей, наверное, удалось в какой-то степени со временем перебить, но вот именно Кащея кто-то из игроков старался перебить максимально? Ну, конечно, в масштабах всей флотилии у нас не было задачи нарезать кому-то задачу, что пилот обязан именно его обогнать, то есть мы сели с ребятами, кому интересно было бы тоже поучаствовать в этом зачете и кто пытался его обогнать, мы увидели этот актив, пытались посчитать, сколько он играл, как часто играл, на каких уровнях играл, то есть пытаться примерно вообще понять, каким образом такая титаническая работа была проведена, такое большое количество кубков он взял, это, конечно, большое уважение, но мы понимали еще один простой факт, что человек бесконечно так много времени он не может проводить в таком напряжении, в таком количестве боев, все-таки первое место можно взять, его надо постараться удержать, поэтому у нас выявилось несколько игроков, кому интересно было бы все-таки взять топ-1, пообщались, дали добро, то есть, да, хотите, окей, со стороны флотилии мы будем поддерживать графс на первых позициях, набирая активных игроков, понятное дело, с учетом процента побед, МВП, качества игры, адекватности и активности в сообществе, то есть мы пытались собрать максимум этих показателей в каждом игроке, вот, так получилось, то, что мы вне зависимости, там, второй это состав, эскадра, либо зетка, либо четверка, выявляли самых активных игроков, самых умелых игроков, приглашали их в основной состав, ну, потому что видно, что ребята стараются, они растут в геометрической прогрессии, нам они были интересны, без какого-либо конфликта ребята к нам переходили, кому не нравилось, мы руки никому не выкручивали, то есть если у ребят там своя тусовка, ребята с кем они играют, вообще без проблем, то есть у нас не было обязаловки, не было четких задач, мы просто обозначили наше видение, что нам хотелось бы, чтобы все-таки мы были на первом месте, потому что, так как мы отбираем ребят по активу, разумеется, показатель актива кубки, мы должны показать всем, насколько мы активны, и подобрали состав оптимально, чтобы он держался на первых позициях. Сейчас графы уже достаточно давно держатся на лидирующих позициях, что в командном зачете, что в зачете по игрокам. Скажи, пожалуйста, это была какая-то задача, чтобы игроки регулярно, причем это не только первое, второе, третье место, а это именно регулярное захождение в топ-10, топ-20 массово, если так можно сказать. Скажи, пожалуйста, это была какая-то задача, и если она сейчас перед игроками, чтобы они были в топ-10, топ-20, либо это, как ты уже сказал, не более, чем просто показатель активности в фото, и все. На самом деле это показатель активности, потому что мы не можем заставить человека играть сутками, играть только на тех кораблях, которые находятся на 9-10 уровне, человеку интересное нахождение в топ-10, топ-20 и так далее, он с удовольствием находится, то есть мы всячески поддержим ребят, которые туда стремятся, но в обязаловку мы не можем вести, так как все-таки мы взрослые люди, у нас в графсе в основном преимущественно все-таки взрослые люди, семейные, работающие, живущие активной жизнью, вне игры, мы все понимаем, что у всех там есть семьи, что все-таки бесконечно проводить в игре невозможно, поэтому всячески поддерживаем ребят, которые играют на высоких уровнях, играем с ними вечерами, ночами, во взводах, чтобы бои были продуктивные и так далее, но никого мы не обязывали, потому что это, я не знаю, как можно кого-то обязать проводить в игре столько времени. Если человек хочет, может, с удовольствием и всячески поддержим взводом, советом и так далее, но без обязательств. Переходим постепенно к тему стенок. У меня есть информация, что в свое время графы активно участвовали не только в стенках на Ру-сервере, но также на Европе и на Америке. Расскажи, пожалуйста, про это поподробнее. Почему вы туда пошли? Ну, нам потому, что очень сильно понравилась идея в принципе командных состязаний, где мы могли показать всей флотилии, а не только тройка игроков в рандоме, что мы умеем играть, что мы слаженные ребята. Нам это понравилось. Первое время блицы очень хорошо вознаграждались. Кто помнит, были большие бусты по серебру, по опыту, вплоть до плюс 500. Были блицы на золото. Всех заинтересовали, нам очень понравилось. и после нескольких удачных стенок просто появилась идея, а почем бы не попробовать нас на других серверах, так как почем бы и нет. Мы просто решили, буквально на следующий день создали там флотилию, прокачали корабли, за неделю буквально 4-5 дней у нас ушло на прокачку восьмых уровней. Мы поиграли сначала на евро, и ее очень долго ждали. Получилась такая проблема, стенок не было почти три месяца, и, конечно же, какой-то энтузиазм тих, поэтому было здорово все-таки, что мы прокачались на евро и с удовольствием анонсировали этот заход. Договорились с ребятами, кто у них самый активный, кто у них самые сильные, связались с главами, перешли в дискорды живых, кто захотел посоревноваться с нами. Мы с удовольствием это сделали, им за это огромное спасибо. Огромное спасибо флотилиям Прама и Блиц, они приняли самое активное участие на евро, то есть они не побоялись, не постеснялись показать своих лучших игроков, свою лучшую игру. По возможности понятно, что у нас была разница во времени большая, но тем не менее ребятам большое спасибо, мы с ними отлично поиграли. Были ребята, конечно, кто принципиально отказался со словами, что это наш сервер и играть у себя на ру, но так как мы все-таки пришли обменяться каким-то опытом и посмотреть, на что ребята способны, с удовольствием отыграли сначала на евро, потом после успешного евро-тура решили, почему бы не попробовать Америку, ну окей, если пинг нам позволит, мы это сделаем. В итоге также прокачались до седьмых уровней, точнее мы прокачались до восьмых уровней, стенку анонсировали на седьмых уровнях, мы спустились вниз и попробовали, что такое Америка. Америка оказалась намного сильнее, бои тяжелее, ребята очень грамотные, очень хорошо продумывали каждые бои, изучали оборудку, с которой мы выходили в бои корабли, на которых мы играли, собрали свою команду, показали нам достойные бои. в пяти боях победили, в очень тяжелых боях мы поняли, что мы не вытягиваем там даже по самим кораблям, потому что ребята показали достойный уровень, они рассмотрели наши бои под микроскопом, мы с удовольствием с ними отыграли. Нам очень понравилось как Евро, так и Америка. Получили большое удовольствие. Скажи честно, сильно ли сейчас отсутствие тренировочных комнат влияет на стенки в целом, отсутствие, вернее, отсутствие возможности тренироваться, изучать карты, сильно ли это влияет? Сильно влияет, на самом деле, не только на обучение, не только на изучение каких-то карт, стратегий, чего угодно, но бывает, возникают просто ситуации, а что будет, если, к примеру, на Шиме засадить в борт Ямато, сколько у него останется процентов боеспособности с ПТЗ или без ПТЗ, вынуждены были заходить по отчету с ребятами в таком сетапе, тестировать, это прям во время боя, это большие неудобства, но часто возникают вопросы, кто хочет экспериментировать с кораблями, с оборудованием, где бы это можно было проверить. То есть, не только, как себя ведет корабль, если, допустим, за ним играем, ну и как, допустим, он ведет себя, если кто-то меня атакует, какой-то определенный тип корабля, и тем самым выбирать оптимальные настройки для него, оптимальную тактику, конечно, тренировочные комнаты нужны, хотелось бы их иметь, чтобы все-таки выходить в командные бои или в стенки более подготовленными, потому что все-таки есть моменты, которые все-таки невозможно, ну, точнее, тяжело осуществимы, в рандомном бою, все-таки рандомный бой, ограниченный по времени, и главная цель, конечно же, это победа по возможности МВП, ну и максимальная, максимальная польза команде, а тренировочная комната убрала бы все внешние раздражители и просто оставила бы у нас то, что мы хотим в этой тренировочной комнате получить, не тратя лишнего времени, поэтому очень надеюсь, что они в скором времени появятся. Этот вопрос был, мой вопрос был как раз посвящен нашей с тобой последней теме. Расскажи, пожалуйста, как тебе новое обновление в ГРМ? Напомню нашим зрителям, оно вышло совсем недавно, и оно коснулось в частности изменения интерфейса в порту, по-моему, только в порту, да? Напомни мне, пожалуйста, Андрей. Да, все-таки по основному пор шел все-таки на порт и на большие награды в лигах на высоких уровнях. То есть они аргументировались так, что чем выше класс корабля, тем сложнее бои, тем больше риск, поэтому наград за победу, за МВП все-таки там больше. Быстро ли ты привыкнул к обновлению? Ведь все-таки они полностью переделали без вода? До сих пор не привыкли немного к сбору команды, потому что все-таки нужно делать много лишних действий, движений и на некоторых портах эта табличка все-таки сливается с картинкой и тяжело некоторые моменты понять. То есть, конечно, косметически еще есть к чему стремиться, но идея отличная, потому что давно назревал вопрос нехватки командиров и, к примеру, если человек постоянно, допустим, ну, ребята захотели поиграть на восьмом уровне или спустились на шестой уровень, у кого мало командиров, приходилось постоянно выходить, заменять, на это уходило очень много времени, а так это можно делать параллельно, это отличная идея, но косметически я бы все-таки немного подправил. Но самая главная проблема всех обновлений, ну, большинства обновлений, скажем так, это поспешный их выпуск, пусть лучше его немного задерживают, но его отшлифуют, потому что самые большие обновления в последнее время не шли, с очень большими багами, и патча можно было ждать в районе недели, двух и так далее. И все это время нам приходилось играть либо там с торпедами, которые детонировали буквально там в 100 метрах от корабля магнитные торпеды, кто помнит, это просто какая-то головная боль любого линкуровода, либо в дальнейшем появились проблемы у авианосцев, когда их торпеды просто насквозь проходили любые цели, это, конечно, очень большие наудобства, поэтому я бы все-таки хотел, чтобы если обновление выходит, оно выходило с наименьшими багами, и было намного больше отшлифовано. Я прекрасно понимаю разработчиков, что хотят нам поскорее внести какие-то новые функции, но пусть эти функции будут без багов, пусть обновления будут чаще, но они будут все-таки с исправлениями, а не с новыми проблемами, каждый раз, которые выявляются, с каждым новым обновлением, и приходится выпускать патч, на это уходит очень много времени. Может быть, пускай наоборот, они будут как бы дольше готовить обновление, но будут полностью его отшлифовывать? Ну, здесь появляется другая проблема, когда обновление выходит очень долго, и оно очень много весит, люди его начинают очень сильно ждать. То есть, игроки хотят постоянно каких-то улучшений, постоянного роста, постоянных обновлений. Когда выходит одно большое обновление, сто процентов оно будет с багами, и оно просто будет долго выходить. Когда долгое время нету каких-то активных действий от разработчиков, начинает у сообщества назревать большое количество вопросов. Почему игра не обновляется, почему она не растет, и начинает казаться, что игра просто не развивается. Поэтому сильно большие промежутки в обновлениях тоже плохо. Поэтому пусть они лучше будут выходить чаще, с небольшими обновлениями, с небольшими фишечками, но они будут выходить более-менее активно и без багов. Последний вопрос. Скажи, пожалуйста, какие три главных проблемы, помимо тренировочных комнат, будем считать ее первой проблемой, ты считаешь в игре, ты видишь в частности в игре. Вот твое субъективное мнение. Вот две проблемы главные. Две основных проблемы. Первая это все-таки цены в магазине. Очень большому проценту людей премиум корабли либо дополнительное оборудование просто не по карману, потому что все-таки много людей играют среднего класса, школьники, студенты, не каждый себе может позволить примеру тот же Ришелье за 4 тысячи рублей или Принцойгин за 4 с половиной тысяч рублей. Да, все-таки мы дождались того момента, когда премиум корабли выходят с завидной регулярностью, то есть их рисуют. Они интересные, они легендарные, это здорово, но они все очень дорого стоят. Очень дорогой премиум магазин, это прям основная проблема. хочется играть, но не всегда это по карману. Часто люди просто ограничиваются камуфляжами и несколькими премами 5-го, 6-го, 7-го уровня. Раньше его можно было пройти ивент, собирать какое-то количество жетонов, какое-то количество жетонов можно было вытянуть из сундуков, если принципиально не хватало, можно было какое-то количество докупить. Но это были небольшие суммы и это поддерживало постоянный актив, потому что хороший корабль вызывал большой всплеск. Интересно, это было сложно с разными людьми играть, но этот корабль можно было отвезти. Сейчас последние несколько премиум кораблей выходят только при условии его покупки в премиум магазине. Я считаю это немного неразумным. Во-первых, за такие деньги, во-вторых, потому что его можно только купить, его нельзя выиграть. Это накладет определенной проблемой. Вторая проблема это отсутствие блиц-побед на серьезные какие-то награды на те же корабли, отсутствие ранговых боев, отсутствие каких-то исторических кампаний, отсутствие каких-то игровых событий. Раньше это все-таки было чаще. Яванское море помню, было событие на Дюнкерк, можно было выиграть Симс, было очень интересное. Сейчас все сводится только к покупке према, коротенький блиц, чтобы получить портрет, либо какой-то блиц на сундуки, в которых практически нереально что-то выиграть. Все-таки лототрон, пускай он остается для разнообразия, но все-таки, чтобы он не оставался единственным ключом к тому, чтобы получить какой-то премиум корабль, потому что слишком низкий процент. Если человек захочет докупить каких-то жетонов сундука, он просто сольет огромную кучу золота, и не факт, что он его получит. Я считаю, что это какой-то обман, и остается очень большой осадок, негатив, если человек потратил большое количество денег, реальных денег, на золото, из этого золота пытался получить хоть какие-то жетоны, и он уже слил очень много, и он его до сих пор не получил. Это вызывает только большой негатив. Поэтому я бы все-таки хотел бы, чтобы было больше активности на корабли, на серьезные награды, на серьезные бусты по опыту и серы, и все-таки более низкие цены в премиум магазине. Это основные проблемы. Это сдерживает ребят играть активно, играть и поддерживать интерес к игре. Андрей, на этом наш разговор подошел к концу. Я благодарю тебя за то, что ты был у нас в гостях. Я также благодарю каждого зрителя, который досмотрел до конца нашу рубрику. Следующая часть выйдет совсем скоро. Если вам понравилось, то ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои замечания. Также я рекомендую перейти на наш Дискорд сервер, ссылка будет в описании. Ну, а я еще раз попрощаюсь с нашим гостем. Андрей, всего тебе хорошего. Пока-пока. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно наша история. Увидимся в боях в сообществе. Заходите к нам. ФИАЛЕ!